Геннадий Тихонович, мир вашему дому. С миром. Послушай, я сразу с выговора начну. Десять минут. Что десять минут? Время десять минут? Или на десять минут рассчитываешь ролик, и через десять минут придешь? Через десять минут. Два слова можно написать было. Я вкручусь, не могу выйти. У меня везде дела во дворе. Я прикован, а тут пятнадцать-двадцать минут идут. Никогда не делай так. Одно лишнее слово. Через десять минут надо было. Десять минут надо было. Десять минут, что? Я тогда все варианты проиграл. Никуда не идешь. Прошу прощения, Игнать Тихонович. Так, все, поехали. Что пришел? Передать? Ну вот, до самой сути есть такая передача на канале Спас. Сразу бы по заголовку. Нигде до самой сути не доходит. Ни одной передачи не видел. И поставили женщину руководить. Куда это годится? Ходит в штанах, главное. Какая суть-то, когда она, в первую очередь, как она одета? Без платка и прочее. Какое отношение имеет? Священники там торчат, стоят на вытяжку перед ней. Позорище. До самой сути дошли. Подкаблучники несчастные. Там смехотворцы часто бывают. Там в Островске. Пархоменко этот. Люди вообще не верующие. Священники-то. Посмотри, что они делают. Когда начинаешь смотреть, думаешь, за что ты? Антихрист при дверях прямо уже в прихожей стоит. Они и венчать его будут. Ветхий Завет это ничего не значит. Это понимать надо не так. Они ни каноны, ни святых отцов не знают, ни Библии, ничего нет. И хохочет стоит все время. Зубы скалит. Где вы видели, чтобы Христос смеялся? Горе смеющимся ныне. Горе. Горе смеющимся ныне. Блажены плащущие. Ибо они утешатся. Смех ваш обратится в плащ и в рыдание. Они ничего этого не хотят знать. Он нашел кормушку, перелез передними, перелез и задними теперь. На все самое тяжкое идут. И никто не скажет, слово скажи. Все, взбунтовались. И на них, конечно, где-то рядом будет. Вот это я сразу тебе по названию говорю. Название фальшивое, хитрое и обманчивое. Поехали. Передача началась со слов, так все-таки покупка происходит в храме и торговля, либо это пожертвование. Но если это пожертвование, почему тогда ценники, почему цены разнятся в зависимости от прихода и так далее? Это вопрос. Мне вопрос задают. Скажите. Вот вы говорите, что женщина не должна в брюках. Так вы их что и выводите из храма? Я говорю, никогда не выводили. А почему? Да мы их никогда не запустим. Она в машине приехала, она не имеет права из машины выйти на территорию деревни в штанах. Это первое. Уж не досмотрели где-то, все равно подойдем, скажем. А тут главное, ценники. Не должно быть торговли. Где торговля означает Христос еще туда не приходил. Мы видим торговля, обмен идет, деньги. Пришел Христос. И при том события, которые делает Христос, они неповторимые. Здесь синхронно. Первый раз он изгоняет, читаем, там вторая Иоанна, и говорит, ты знал их, говорю, дом мой. Дом молитвы наречется, а вы сделали его домом торговли. Домом торговли. А не можете служить Богу и мамонне? Да не можем. Вот это и мамонники собрались. Они мамоневы и Ельзиулы еще жизнь прослужили. Их поставь, сейчас, на евангельский путь. Вот я конкретно каждому священнику, ну, допустим, того же Пархоменко, сказать, вот вас выбросили где-то. Вот американцы, когда проверяют, последний экзамен такой, тебя забрасывают в Саудовскую Аравию. Ничего нету, ни документов, ничего. Ты должен все приобрести, войти в эти люди, устроиться на работу и дать сигнал. Все готово работать. Вот когда в спарте учили, их учили долго. Учили, кажется, двух лет, как от груди мать отсадит только. И последний экзамен был, его пароли. Пароли и выкинули через забор. Все. Иди воруй, что угодно делай, как проживаешь. Через год придешь и посмотрим, на счет Игодин. Везде были экзамены, здесь экзамен такой. Их где-то отдельно выставить, ну, допустим, на севере Норильск. Ну, любой там, Магадан, на юг Кушка, ничего у него нету, ни копейки. Начинай жить. А где храм? Захромались. Нет храма. Вот и теперь, а где люди верующие? Ничего мы не знаем. Начинай работать. Вот ведь как надо делать-то. Я не говорю послать их в Афганистан, там голову-то отрубят. А вот именно так, здесь, в России. А вот община какая здесь? В общем, он не знает названия, что община неприменима к ним нигде. Община это люди знают вместе, друг друга. Сидят за столом, беседуют, батюшка с ними. Когда у нас общая, а там ничего общего нету. И вот этот первый вопрос, он уже сразу под откос потянул. Второй раз, когда Господь перед страданиями на страстной неделе, в понедельник зашел, называется вертепный понедельник. Он говорит, а вы его, дом мой, превратили в вертеп разбойников. И опять опрокидывает скамьи. И что они? А какой властью ты делаешь? Они уже знают. Любой ответ против Христа. Власти две. Сам делает Бог и священнослужитель. А он из колена Иудина. А Бога никто не видел. Ты какой властью делаешь? Власть совести. А что это такое? Совесть пережитых еврейства, как Гитлер говорил. Что они разве не знают? До Христа здесь покой, мир, торговля, бойко идет, обмен валюты, все идет. Христос пришел, полетело все впервые тормашками. Вывод. Христа нету там, не заходил еще в этот храм Христос, где идет торговля. Или он зашел через крышу или как-то, но мимо не проходил. Он бы выкинул их. У меня в книге для Кистиного православия, там есть такая статья. Торговля и храм несовместимы. Это из газеты. Я тут материал отдавал в газету. Торговля и храм несовместимы. Я слышал только, кажется, у Всеволода Шпиллер был такой в Москве священник-то. Ну, может быть, это сведения неточные, но я слышал давно. Они вытащили церковный ящик. Он сначала провел работу такую капитальную. И теперь мы сжигаем. Это не просто деньги. Это старый жид присосался к нашему телу. И сосет из нас соки. Я вот пошел. Вызвали. В какой-то здесь налоговый отдел. Деньги. А почему отчет не даете? А какой отчет? Ну, о приходе. А какой приход? Вы что, православная же? Зарегистрирована. Православная община. Ну, мы смотрим, православная община, что там есть? Крещение, деньги. Сколько было венчаний. Сколько чего, где. Проценты отходят на нас. Я говорю, у нас все бесплатно. Как бесплатно? А из кабинета в кабинет забегали эти. И ничего нигде нет. Нету. Добровольное пожартование. А с ценой никак не возьмешь. До сети на все поглощает. Дальше. Дальше вопрос. Так. Так вот. А почему тогда, вот так, она и дальше спрашивает. Почему все-таки тогда ценники, то есть, если это, ну, то есть, если вы это называете пожертвованием? Я отвечаю, что мы женщин не выводим, потому что не запускаем. Так эти вопросы все отпадают. Торговли нету. Все. Никаких ценников нету. Все бесплатно. Должна быть святая десятина. Поэтому вопросы все снято. Но они никогда на это не пойдут. Какая там десятина с бабки? Да и кто будет платить, если у них членства нету? Эти вопросы-то не по Евангелию. И поэтому они только из-за того, что запустили торговлю. Сразу торговлю убираем. Все исчезло. Все остальные вопросы. А как они? Заходят, а торговли нету. Какие ценники нету? Почему у нас нету? Ты у нас был в храме? Какие ценники? За что? Все бесплатно делается. Все. Но приехали к нам на крещение. Там снято даже в фильме есть. И покрестить. Мы говорим, у нас сначала мы должны узнать, заниматься. Как? По-моему, у старшего ребенка пришли, заплатили. Э, нет. Он на мотоцикл поддал газу и уехал нас совсем. В деревню к нам, по Теряевку приезжали. Работать надо. Я уж не говорю по полной программе. Это ну хотя бы десятую долю программы. Вот у нас 450-500 часов было в университете. Сегодня 20 минут даже нету. Люди вообще неверующие. И вот здесь у меня ролик стоит, я его перетащил к себе. В Москве решили узнать про Евангелие. А вы кто? Православные? И не православные, они мимо проходят. Если православные, сколько Евангелий? Или только один какой-то негр назвал, правильно, по порядку. Негр. А он говорит, да я так, говорит, просто. А ни один не мог назвать. Два Евангелия назвали. Ну, извините, я не знаю. Да что-то забыло. Это православие, которым патриарх манипулирует. 70%, 75% православных. Из тех, которые ходят в храм, только 0,3% что-то знают. И у меня есть из тьмы изыщества. Здесь Сыпенникова Евгения Павловна, доцент в Алтайском государственном техническом университете. Она провела опыт, опрос 3000 студентов. Я могу его сейчас засчитать просто. Вот послушай. Минуточку так. Меня подожди, я сейчас туда зайду. Так. Я не ожидал. Главное, чтобы вы были крупным планом, Агнат Тихонович. А? Ваше изображение, чтобы крупным планом было на экране, главное. Маленько, маленько. Да, когда будет не так. Так, теперь подожди-ка. Вот есть ответ. Из тьмы изыщества. Потому что... Каламена операта. Игэ. Из мрака изыщества. Я неправильно. Кавычки открыты. Вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза. Вуз был, а теперь университет. Крещена 9 лет назад. Воцарковилась ли? Вопрос. Во Христа крестилась. Но облекаться во Христа труд всей жизни. Регулярно посещать храм стало только тогда, когда Господь привел петь на клиросе. Преподаватель университета, где 21 тысяча студентов, где учатся студенты из 18 стран. Ведущий университет. За 5 лет преподавания в Алтайском государственном техническом университете мне пришлось встретиться с 3 тысячами студентов. Помаленьку, отлагай в памяти. 3 тысячи. Это опрос. На протяжении 5 лет, 1994-1999 года, я проводил анкетирование. Было опрошено 3 тысячи человек в возрасте от 17 до 23 лет. Это студенты первых, третьих, третьих курсов, 14 факультетов, 100 групп. А видишь как, она, какого возраста, когда, в какое время, все. Опрос показал, первое, 0,3% безоговорочно считают себя православно верующими, исповедуются и причащаются. То есть, из 300 человек только один. Второе, 50% никогда не задумывались над проблемами веры. Третье, 2000 студентов, 66,6% считают православие устаревшим, а крещеная-то, церковь стяжательницей, служители ее мракобесами или неискренними людьми, неискренними, которые служат не Богу, а себе. Вот она торговля. Про нас никто этого не скажет. Четвертый пункт. 2500 человек, это 83,3% считают, что в молодости надо грешить, а в старости каяться. Пятый пункт. 2900 человек, 93,3% не смогли ответить на вопрос, что такое целомудрие в духовном смысле слова. Интересно, в этом университете потерялись 5 абитуриенок с матерью, исчезли. Ну и допрашивали их, всех перебрали. Ко мне приезжали в лагерь, но я не знал, они тайно приехали, вроде бы кого-то привозили. Там Киргизова Ксения исчезла, родители зажиточные. Ну и колдунов тут добрались, служители сатаны. А у вас в жертву не приносят? Он говорит, приносят. А при чем тут мы? Ну может быть, да какие может быть, у нас девушки приносят, девушек приносим. Где вы в университете нашли девушек? Вот какой ответ они дали, колдуны. Пятый, значит так. Шестой пункт. 99,7% не смогли объяснить, чем православие отличается от других мировых религий в вопросах о спасении. То есть у нас Спаситель, Христос умер за грехи людей. Голгоф, они не могли ответить. Седьмой пункт. 2 990 человек, 99,6% считают веру признаком слабости и ущербности, недостатка образования. Восьмой пункт. 2 990 человек, 99,6% не смогли объяснить смысла слов покаяние, грех, смирение, промысел Божий, молительное правило, символ веры. Вот как опрос надо делать-то. Девятый пункт. 900 человек, 30%, сторонники или участники тоталитарных сект, среди которых наиболее популярными являются саентология, ивановцы, кришнаиты. Десятый пункт. Не видят в этих заблуждениях опасность и считают, что верить можно как угодно и во что угодно. Это 99,6%. Не считают опасным экуминизм. Одиннадцатый пункт. 99,6% не знают молитв, не умеют себя вести в храме, не понимают духовного смысла поста. Двенадцатый пункт. При этом крещённых в православную веру. Из них 97,5% Евгения Павловна Цепенникова. Алтайская миссия. Это журнал церковный. Номер десятый, в скобках 76. Июнь 1999 год. Московский патриархат, Русская Православная Церковь. Комментарий Лапкина. И.Т. Когда я встретился с Евгением Павловной, прочитал эту статью, чтобы поблагодарить её, но она искренне испугалась, когда я растолковал подлинный смысл того, что она напечатала. А результат таков. Из трёхсот лжекрещённых в Московской патриархии едва лишь один что-то знает из того, что совершается в храме. Если бы вопрос стоял о том, что знают эти три человека из тысячи и десять человек из трёх тысяч по Библии, по канонам, то едва ли она нашла бы одного. И Англатаус говорит. «Если одна овца погибнет по твоей небрежности, о священник, то тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину. А здесь погибает две тысячи девятьсот девяносто». И десять под вопросом. Приличная встреча с епископом Антонием Масендичем в епархии. Мы долго беседовали с ним, более двух часов. И я показал ему эту газету и эти «успехи» в кавычках его епархии. И он искренне сокрушался, говоря, «А что я могу сделать? Я их посылаю работать, а они воруют. Тут такая бойня была из-за денег». У-у-у, Алтайский край гудел. Телевидение пригласили. Храм отделился, он лишнего потребовал-то. А священники штурмовали. Да полез там они штыри, там, в Новоалтайский, Новогеоргиевский храм. И он, священник, крестом-то за этот штырь-то завис. И все это видео снимает. И вот дальше. Я подарил ему эту газету, сказав, «С этими результатами явитесь на суд Божий». Он сказал, «А я даже не знал про эту газету, как-то она мимо прошла». Попросил его выдать похвальный лист Евгении Цепенниковой. «Такие материалы на дороге не валяются». И сказал ему, «А нас было пять человек с нашим епископом Евтихием Курочкиным». «Почему же вы так распустили вожжи и не наказываете своих священников и поработников, о которых патриарх Алексей II сказал?» Кавычки открыты. «Каких бандитов напринимали в церковь?» Вопросы восхищательные за кавычки закрыты. Епископ Антоний встал, осторожно открыл дверь своей приемной, выглянул за дверь и смущенно сказал, «Боюсь, подслушивают. Недавно было покушение от своих же». 41 год умер или задавили. Нам всем стало страшно и жалко его, заложника насквозь пропитанной мафиозными структурами МП. 8 июля 2001 года епископ Антоний внезапно скончался в возрасте 41 года. Пророк на ум 1.10. «Ибо сплетшиеся между собой, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома». Вот так. Дальше вопросы задавай. Дальше были вопросы. Ну, то есть, то есть, в принципе, вот сами ценники, они недопустимы. Правильно я понимаю, Агнатик. То есть, вообще... Хорошо. Ты с этой груши маленько подвинься, ближе, я тогда растянул пошире фотографию. В сторону синей груши. Еще маленько к ней. Еще. Вот так, стой. Все, я теперь растягиваю. Все, тебе на плечи положу картинку. Я выполняю твою просьбу. Главное, чтобы у вас было слышно. Меня-то... Ой, видно, то есть. Я-то... Что? Я такой же слушатель, Она больше не идет, а то не наполовину. Все. Ваша, ваша, главная. Если мы торговлю выбросили, и ценников нету, ты самое главное это сделай. Сатана скован, и все, мы свободны. Ты понимаешь, я грешный, супер грешный. Яков говорит, все мы много согрешаем, с этим согласны все православные. Почему никогда не читают первое послание Иоанна, третья глава, девятый стих. Прочитай, слух. Первое Иоанна, любимого ученика Христа. Сейчас, подождите. Я могу прочитать, если не можешь. Первое послание Иоанна, третья глава, девятый стих. Никогда священники не считают это и не будут считать, потому что это вопреки логике. Иначе им тогда делать нечего в храме. Им нужны греши, Первое Иоанна, третья глава, третья глава, девятый стих. Какой? Потихоньку. Девятый стих. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семья его пребывает в нем. Подожди, по порядку. Всякий, рожденный от Бога, они этого никогда не проповедуют, и люди нерожденные. И дальше, рожденный от Бога, что? Не делает греха. Как это не делает, когда все мы грешники? Ты скажи такое, не делает греха, до тебя запинают. Да кто ты такой? Мы грешны, супергрешны. Сорок раз Господи помилует тараториум. А апостол говорит, не делает греха, не просто не делает, а дальше? Потому что семя его пребывает в нем. Это семя, Слово Божие сеять. А Библии нету. Дальше? И он не может грешить. И не может грешить. Потому что... Он не может грешить. Да разве православные поверят в это? Ну, а ты поверил? Потому что... Ну, Игнатий Тихонович, грешу. Там в храме Господь говорит, не можете служить Богу и Мамуне. А Пархомин, как говорит, можете. Он благословляет, как Феофан Затворник говорит, а Бог говорит, я не благословляю. И что будет утверждено на небесах? Они благословляют. На что? Ну, вот они же... Ну, как вот... Как объяснить? То есть, он объясняет, там священник один говорит, что то, что... Как он перефразирует слова Христа, говорит, что... Типа, то, что вы даром получили, мы якобы даром отдаем. А то, что не даром, мы где-то купили там, я не знаю, в епархии купили, закупили какие-то платные там продукты. Ну, как не продукты, а иконы, я не знаю, что там, свечи и так далее. Лампады. Каноны. Даже в ограде церковной не должны быть торговли. Все. И они не православные, они пришельцы. Но об этом... На передаче об этом вопрос вообще не поднимался, там, о канонах или о чем-либо. До старой сути мы дошли сразу с первого слова. Торговля запрещена, не можешь служить Богу и мамоне. Все вопросы сдохли. А собаку эту за хвост за в яму. Ну, это хорошо. Но дальше давайте посмотрим. Такой был еще вопрос. Должен ли церковный бюджет быть прозрачным для церковной аудитории? Ну, для нас, для прихожан. А зачем? Должен ли он быть прозрачным? Надо верить священнику. Бюджет. Какой бюджет? Мы даем десятину. На это избранные люди. И когда нужно, они докладывают. Это отдельно еще пойдет. Десятина. Вторая десятина дается на нужды. Тогда души докладывают. А священник не обязан. Он с этой десятины платит десятину. А остальное он в поездках, где он нуждается. Храмы строит. Вот к нам обращаются к батюшке. Сгорел там храм в Томске. Сразу батюшка туда. Так оттуда благодарность пришла от Ростислава. Митрополита. В Белоруссии храм сгорел. Батюшка туда, отцу Петру сразу собрали деньги. Мы никому не подотчетны. Вот они приводили. То есть люди там в пиджаках, в галстуках стояли. И говорили, что есть такой опыт в Европе. Церковный налог, что даже в Германии, например, 8-9 процентов от подоходного налога собирает федеральная налоговая служба. А кто не платит такой налог, отлучает от причастия. Вот такой. Приводите. Я про это знаю, про Германию. Ну тогда что-то, то торговля не должна быть никакой. Десятина все покрыла. А они скажут, они отлучают. От чего отлучают? От причастия не отлучают. Нам не надо налог, чтобы с налога они себе что-то берут. Мы прямо в руку должны отдать и все на этом кончилось. Наши люди, когда разъезжаются по другим странам, приходят и священнику дают. А что это такое? Он говорит, десятина не надо. Он догадывается, что если десятина, то значит ни за что деньги брать нельзя. А что? Люди-то приходят и уходят. Десятину они не будут давать? А бесплатно делать? А ему надо питаться, у него семья. А десятина все покрывает. Десять человек и священник будет так же жить, как мы. А если их больше тридцать, вполне нормально. Вопрос-то решается проще. Бояться Христа, любить Слово Божие, жить по слову. Торговля и храм несовместимы. Мы сараш, какой властью изгоняешь? А мы спросим, какой властью торгуете? Какой властью? Он Бог. Они не поняли, что он Бог. Это им он мой дом, мой, мой. Вы у меня арендуете его на время. И свои порядки установили. Бог дает храм, мой дом. Он не храм, а патриархии. Не нам принадлежит он, Богу. И поэтому у нас такой порядок. Ты видел как? Отдельно мужчины, женщины стоят. Не ребенок, и тот не пискнет. Все. Идеальная дисциплина и порядок это я видел. федеральная дисциплина. Ну, Игнат Тихонович, тогда поднимали вопрос о десятинин. Вот эти, как сказать, в пиджаках люди, священники вообще как бы не говорили об этом. А вот они предлагали, что вот почему бы десятину не ввести и так далее. Ее не ввести? Вот. Только верующие платить будут. Неверующие не будут платить. Я один раз прихожу, буду давать десятину круглый год. До чего ради-то? Их приучили к этому. Адвентисты седьмого дня, свидетели Игова, мормоны, все берут десятину. Строжайше. Вот я читал про Новоморгана, это миллиардер там среди Рокфеллеров, Дюпонов. И он говорит, я понял с детства, надо платить десятину. И начинал торговать шляпами. 45 долларов, говорит, я 4,5 отнес в церковь. Ну, не церковь, а в свою секту. Теперь он получает миллиарды и отчисляет миллионы. И он говорит, я-то только десятина меня сделала богатым. Ну, если обо мне в интернете и везде идет молва, что я самый счастливый, которого они встречали, человека, у меня нет ничего и всем обладаем. Пусть люди говорят это. А почему? Я плащу десятину. С первого дня. И неоскудевающе бог дает. Откуда дает? Как вот представьте, вы только на одну поездку до Лиссабона, Португалия, у нас на горюще ушло 440 тысяч. При пенсии моей 8 тысяч 100 рублей. 101 рубль. 33 копейки. Где же деньги берете? Не обооткрою, Господь пообещал, он и сыпет. Незнакомые люди сразу же. Особенно меня тронуло в Швеции, когда мы поломались и тут узнали, кто-то, сказали через Сергея Козлова, да выход-то простой. Пускай они бросают машину, сейчас же даем деньги, до города, до ближайшего доезжают и покупают новую машину такую же размером, только уже будет она иномаркой. Незнакомые люди. иномарка, она же не 200 рублей стоит-то. И люди, которые нас не знают. Вот, когда мы остановились, Хорс какой-то там городишко, портовый, а наверху, на втором этаже, там можно подсоединиться в интернет. И мы только, видите, подсоединился, Виктор Николаевич, Ставченко-то, и там сразу ролик стоит, англичане поставили, Великобритания. Стоят баптисты в ряд, он у нас есть здесь, мальчик маленький-то. Баптисты стоят и крестятся, я этого не видал. Господи, благослови Игнатия и его друзей, которые в поездке миссионерской. Мусульмане молятся, а когда пути человеку угодны Богу, он говорит, и врагов его примеряет с ним. Дальше. Игнатий Игоревич, а когда вы первый раз узнали о Десятине? Вам же мама про это не рассказывала. В 1962 году, примерно 27 сентября, в 17.00, каким-то образом, и когда я услышал о Десятине, и что Бог проливает, как Пророк Малахи, говорит, 2-я, 3-я глава, милости неба, я еще Десятину-то и не знал, не платил, а внутри у меня прям огонь загорелся. Господи, я буду платить 9 Десятин, и 56 лет так у меня прошла жизнь. Поэтому старался доходную работу иметь, 2-3 работы физических. Я неукротимый был в работе. У меня выработка была в тресте первое место, 280-300 процентов. Две печи за день, а ее 4 дня делают. Две печи от фундамента до трубы. То есть вас вдохновило именно, что Господь сказал, что испытайте меня, и я благословлю вас. Но есть там и противоположные его слова. А меня, например, когда я первый раз услышал об этом, хотя в семинаре учился, но мимо как-то все проходило, об этом не говорили там, ничто. А вот от вас я услышал, но меня поразили слова, что проклятием вы прокляты. И я испугался вот этого, чтобы быть проклятым. А меня это не тронуло, проклятием проклятым. Почему? Потому что до этого еще, сейчас вот мне из дома пишут, братка, а когда ты начал работать, ну, когда я был студентом там, в техникуме обучающемся, то ясно делал, что ничего от меня не было. Я бегал, зарабатывал на хлеб. А вот когда уже стал работать, ежемесячно, я платил своему отцу, инвалиду войны, ежемесячно посылал деньги. Там подрастали малыши. Они получали, а я работал на корабле на Балтике, а получали в Алтайском крае, поселок Потеряевка. Проклятие меня никак, я не, никак, если меня это не касается. Я все время от себя отрывал, уже не пил, в рот еще не брал. Это у меня не было. Во всем себя сокращал, ни мяса, ничего нет. И поэтому у меня десятина, допустим, она была большая. На квартире живут три девушки. Вот удивительно, сейчас я думаю, девчонки живут, сестра живет четвертая, я пятый, и комната вместе по стенам взять. Это и туалет, и все. 12,8 квадратных метра. А у меня шторки, они за шторками. И теперь, а мы хотели бы с вами питаться. Хорошо. Давайте договоримся. 25 рублей, вы согласны откладывать? Конечно. А родители помогают всем. 25 на месяц. Давайте. Вот место я показал, где мы кладем. Я кладу, Надежда Васильевна кладет, сестренка кладет, вот нас уже трое, и они кладут. Месяц кончился, а у нас ушло только по 15. А рядом другой пакетик, десятина. Мы договорились, что останется к десятине. Мы к десятине. И у них учеба идет прекрасно, веселые девчонки. Одна мусульманка была. Понимаешь, это нельзя выразить. А у меня на работе можно было там бойлер подогревать и теплую воду, горячую воду. И они приходили у меня, мылись, ну, только отдельно там, как купальня где-то. И за всю жизнь никогда, нигде не взял за квартиру. Вот у меня за стенкой полностью, комната, отдельный ход, жил Игорь с 14 лет с женой. С 14 лет. Я ни копейки, даже в мысли не пришел, как бы я взял. А верующие, неверующие, для меня разницы нет. Да чего же ради я буду брать-то, когда Бог мне дал. У меня одно время, вот, интересно, у людей негде голову преклонить, как у Христа. А мне в Барнауле, только Господь дал, четыре квартиры. Четыре, представь себе, в городе в одном. А как это так может быть? Ну, одну я получил на работе, барачного типа. Сейчас за нее бьются, под снос, чтобы другим дали. Уже подписал, кому отдать. Другой, я около храма купил квартиру, прямо через два дома, чтобы бабушки, приезжающие, могли отдыхать. Надежда Васильевна там царствовала, привозила уголь. И один раз я только зашел, там шорох такой начался, бабки, хозяин пришел, хозяин пришел. Я поздоровался и вышел. А когда храмы начали везде строить, народ-то отхлынул, и у меня стала возможность такая, лишиться этой квартиры. Я там один, молодые только поженились, я ему подписал квартиру, сразу же эту, не квартиру, а копленную за мои деньги, закромную. Дальше, когда я судил вас 11 лет, после освобождения, за слово Божие, за деятельность мою, и 11 лет и суд выиграл. И тогда рассчитываться нечем. И это все Бог делает. И дает пристава, который женщина, сейчас за фамилию Пшеничкина или как-то, и она поставила перед городской администрацией, если вы не рассчитаете Слабкина в течение месяца, я арестовываю все счета. Ни один бюджетник не получит ни копейки, ни учителя, ни врачи. Это вообще, это момент такой был, ничего нигде не было. Тогда меня со мной стали разговаривать по-другому. Как сказать, председатель он анализовался, глава администрации Железнодорожного района Петров Юрий Михайлович, я пришел к нему, и он говорит, ну и как, я говорю, нам нужно место где-то, чтобы какой-то домик выделили за эти деньги. А какого размера уже, видимо, там работу ведет Господь. А я вижу прихожая его, большая приемная, и где у него кабинет, так подумал, думаю, ничего, ладно, скажу. Я говорю, вот такая бы, как кабинеты, а это где-то, ну, 90, наверное, квадратов. Я думаю, это завалил я, все пропало. А он, так, это же маленькая. Я понял, смеется надо мной. 90 квадратов, после 18, 12 квадратов-то. А казалось, когда Господь начал делать два дома, я только просил, чтобы недалеко было от автобусов, трамваев, и чтобы сухое место было, в подполе вода не стояла. Мне самое такое место дали, центральный район, Акала-Аби, можно рыбачить, на пляж ходить, как мне пишут. И Господь так дал. И дали два домика. Два домика, ограда, 13 соток земли. Когда на меня Синилсин этот нападал, и он на карте-то нашел, где в Барнауле-то, это надо же, прокурор края там ему, это, да как это так, это такое райское место, там видно, там какая красота. Дали, при том, ель такая растет, шикарнейшая ель, береза, там что, все это на решетке. Я ничего не делал, тут была афганская группа, кто в Афгане ранены были, они здесь были. И так Господь сделал, сделал, я это получил, два домика, в одном живу, а в другой там, 226 квадратных метров и 13 соток земли. Вы это связываете с десятиной напрямую, да, Игнать Тихонович? Да, с десятиной, только с десятиной. У меня не было ни одного дела, чтобы я был благословлен. Ни одного дела нет. И при том, это говорят не кто-то, а первые лица нашего края, я их называю генералами. Мэр города имеет звание генерала, прокурор края, генерал-лейтенант, начальник юстиции, генерал-лейтенант, сидят вместе, беседуют на день рождения, там они, сабантующих. А я пришел, они, о, Лобкин пришел, а мы о вас только рассуждали. Я говорю, а что, более счастливого человека никто не встречал. Вы всегда радостные. Я говорю, а по какому критерию определяли? По-простому. Вы всем довольны и делаете то, что вам нравится. А я вожусь с этими преступниками. Понял? А вот, когда вы были в поездке в миссионерской, вы встретили человека, я не знаю, баптиста, ну, из протестантов. И он вроде 5-10 надавал, или 3-10, но у него много детей было. Расскажите про него. Его в Иркутске, Кукушкин какой-то. И мы у него дома ночевали. И мы сели утром обедать, завтрак где-то, а он стоит сзади крестницы, их руководитель, пресс-фитер. А мы один раз с ним были. Мы идем, когда он вышел на встречу, а у него там склад такой, и подвальное помещение огромное. Он идет и спрашивает, а сколько вам? Я говорю, ну, сколько? Я думаю, хватить лишку-то нельзя. Ну, думаю, килограмм ими вешать. Ну, килограмм 150. Ну, хорошо, посмотрим. Он идет, а я разговариваю. И вот мы поднимаемся, ступенек 5, потом проходим это в первый этаж, а с него опять подвал. И когда... А я разговариваю с ним, и он вдруг вот так повернулся. Это было... Я в жизни первый раз живого пророка вижу. Да какой пророк? Я говорю, один порок. Нет. Нет. Вот так у него там... Все. Он так махнул руками. Хоть все заберите. Как будто зазомбировал человека. Нагружайте, сколько вам надо. Ну, нагрузили, чтобы какая-то рессоры в обратном направлении не получились. И он к себе зазвал. Ему у него там ночевали. У него 9 ребятишек. Новый Завет. Новый Завет он вам дал, да, Игнатий? Новый Завет дал? Евангелие от Иоанна. А что? А. Угу. И сколько он десятин платит? Пушкин его звать, Игорь, Игорь. Хороший человек. Жена, кажется, в 9-м была беременная, сидела. А сколько он десятин платит-то? 5, говорит, десятин плачу всю жизнь. Вот я первый раз встретил человека. А чтоб 9 платил, такого не встречал и не слыхал. И я прожил, притом всегда у меня все было. Я даю десятину, а Бог мне дает 5 десятин в ответ. Вот я только намещаю нам ехать первая поездка. Первая поездка, мы решили юг пройти и все. В этот же день, как телеграмма, вам деньги нужны? А кто такой? Калининград. Булкин Дмитрий. Вы книги издаёте? Я говорю, уже не издаю. Я умею резко отрезать, стихи не пишу, проповеди не говорю, занялся другим. Больше ни одно стихотворение не написал. Ну, так а деньги еще не нужны? Я говорю, мы едем. Так на поездку тогда. И он потом вторую поездку в Калуге огромный контейнер морской подготовил нам место, где остановиться. А сам в Калининграде живет. Как он нам помог, когда нас на эвакуаторы тащили. обеспечил проезд в Литву. Из Калининграда прислал за нами эвакуаторы. Все взяли на себя, отремонтировали. Дмитрий. И никогда так и мы с ним не встретились. Мы сломались, а он в Испании в это время оттуда руководил. почему? А люди стонут, еще не надо. А я не боялся ничего. Вообще не боюсь. Что бы у меня ни случилось, у меня сотни людей со всех сторон поддерживают. в интернете каждый день новый человек. Вы мой духовный отец. Я говорю, нарожал и знать не знаю вас. Игнатий Иванович, а вы по жизни встречали священника, который от десятина живет? Да. Мой брат родной. Так у него овечек сто, сто овец. Он пастырь такой, такой он сам пасет, сам работает. Жена агроном, ты знаешь ее, Людмила Ивановна. Она тут с институтом сотрудничала, семена там готовит, она работяга, она как трактор пашет. А отдыхать в храм приходит, заснет и сидит. Скажет, даже без этого, чтобы не сказать, как, момент такой, подходящий. А батюшка, батюшка живет с десятины. А у него все свое. И огород, и все свое. А он, а вот отец Яким когда начал жить от десятины, с какого времени, не помните? Так еще не помнит, а отлично помнит, 91 год. Как только приехал, так с этого момента, так у него свое хозяйство, он держал корову, две лошади. У него все есть, пашня, гектар 40. У него все растет. Он работник, он трудяга. А он, 91 год, это уже была зарубежная церковь, он уже был зарубежной? Да, мы министрировались. В этот год началась восстанавливаться Потеряевка. С марта месяца, с 23 марта, я могу точно сказать даты. И вот батюшка, он мне, брат родной, он во много раз богаче, у него овечек 100. И все время прибыль идет, двойняшек приносят. Он благословенный. А я плачу десятину. Десятину плачу в первых числах января на 9 год, потому что, не дай бог, у меня денег не будет. Я за всю жизнь ни одному человеку не был должен хотя бы месяц. Вот сейчас должен только этому. Сергею Пупкову отправляли посылку, и я не... Не было денег. 12 тысяч за отправку в Америку там с одной. Я сейчас отдам ему. У меня пенсия, ну, оказалось, что нету. У меня ничего нету. И в то же время обладаем всем. Полностью сходится. Павел говорит, ничем не обладаем всем. Так, мне надо идти. Еще вопросы давай быстро. Встречаю. Муранова сейчас должен подъехать она. А, ну, уже, да, Игнать? Ну да, за Германией. Ну хорошо. Так, еще вопрос быстро. Все тогда. Все, все, я не могу держать. Благодарю, брат. С Богом.